И вот сегодня я с вами поделюсь кодами всех цветов, которые мы использовали в этом интерьере. И здесь особенностью является то, что стены не просто покрашены, а это декоративная штукатурка. Многие из вас знают, что входная дверь, она определенной высоты, и поднимать ее нельзя, вы это знаете? Имейте в виду, что в принципе можно в этой части не только плитку использовать, но и качественную декоративную штукатурку или краску, которую можно покрыть специальным защитным слоем. Она другого оттенка, только из-за того, что в этой части вы видите белого цвета покраску, но это не финишная отделка. Здесь будет что? Когда это панок клеится на стену, которая перпендикулярна окну, я рекомендую чуть-чуть переплатить и все-таки заказать его бесшовным. А какое еще решение может быть, и мы его применили в квартире в ЖК «Сосновка», я вам покажу сейчас. Здравствуйте, друзья! Я Ольга Кулейкина, дизайнер интерьеров и руководитель бюро дизайна и архитектуры «Нью Интериор». Мы вновь прибыли на наш объект под названием «Квартира в стиле Прованс, 123 квадратных метра в ЖК «Сосновка». «Сосновка». Тема сегодняшнего видео посвящена краскам. Помните, в одном из прошлых видео я вам показывала, как выбирать цвет? И вот сегодня я с вами поделюсь кодами всех цветов, которые мы использовали в этом интерьере. Возьмите бумажку, ручку, записывайте эти артикулы, и вы можете потом пойти в магазине, приобрести такую же краску. Но обязательно обратите внимание на то, что в этом интерьере я подбирала сочетание конкретного цвета с конкретными материалами, с плиткой, с чем-то еще, с какими-то дверьми. И в этом интерьере этот цвет уместен. Посмотрите, возможно ли использовать в вашем интерьере, потому что такой цвет, который вам очень понравился здесь, может быть, не впишется в ваш интерьер. Поэтому я с вами радостно делюсь кодами. Они будут на всплывающих окнах. Но тем не менее, обратите внимание, что в своем интерьере вам необходимо будет это проверить. Еще я сегодня вам покажу, какие двери использованы в этом интерьере, поделюсь некоторыми особенностями. Многие из вас знают, что входная дверь, она определенной высоты, и поднимать ее нельзя. Вы это знаете, потому что, в противном случае, может нарушиться конструкция многоэтажного дома. Мы находимся не в частном доме, а в многоквартирном доме. И если интерьером предусмотрена высота дверей 2-300, как у меня, это значительно выше того размера, который дает застройщик. Обычно высота двери 2 метра, 2-100 проема. У нас в интерьере высокие двери, как я уже сказала, обратите внимание, вот здесь, например. И в небольшом помещении было бы некрасиво, если бы входная дверь была ниже. То есть одно из решений я показывала на видео про дизайн-проект квартиры в Москве. Если вы не видели еще это видео, то обязательно посмотрите, ссылку я на него оставлю в описании. А какое еще решение может быть, и мы его применили в квартире в ЖК «Сосновка», я вам покажу сейчас. Обратите внимание, это вторая входная дверь. И посмотрите, проем невысокий. Мы ничего не нарушили, но визуально мы сделали дизайн таким, при котором вторая входная дверь такой же высоты, как и остальные межкомнатные. И проем, в том числе, который ведет в гостиную. Соответственно, здесь идет отделка из МДФ. Безусловно, для того, чтобы эта дверь вот таким образом с нахлестом закрывалась, мы попросили строителей создать определенную нишу. То есть тут стеночка чуть-чуть выдвинулась. Получилось очень красиво. Должна обратить ваше внимание, наверняка многие из вас будут спрашивать, что за двери, какие артикулы. Вот не смогу поделиться с вами этими артикулами, потому что их просто нет. Все двери выполнены по дизайну нашего бюро. По нашему это авторские двери, которые полностью соответствуют нашей визуализации. Поэтому найти такие нигде не получится возможным, но можно заказать у нас авторский дизайн, и у вас будут особенные двери, которых не будет ни у кого. Что касается покраски стены, мы подбирали, чтобы цвет сочетался с некоторыми такими терракотовыми оттенками, которые есть на полу в плитке. Эта часть с такими красивыми матовыми стеклами, те, кто смотрел мой дизайн-проект, наверняка помнят, что это на самом деле места гардеробных комнат. Выполнено все по нашему авторскому дизайну. Вот эти дверцы ведут в первый гардероб, другие дверцы ведут во второй гардероб. И обратите внимание, что здесь покраска не только стен, но и потолка в один цвет стены и потолок. То есть мы не выделяем потолок белым цветом, как в зоне холла, чтобы это была такая как бы шкатулка, гардеробная комната. Что касается стекол, на визуализации вы видели, что это было прозрачное стекло. И здесь планировалось, вот так вот покажу, шторки. Сейчас, видите, немножечко хуже просвечивает, если шторку повесить. Поскольку на момент заказа вот этих конструкций не было уверенности, до сих пор ее нет, можно ли будет, найдем ли мы того изготовителя, который сделает шторки к этим дверям, мы решили заказать матовое стекло, а не прозрачное, как на визуализации. Но через него тоже будет просвечивать шторка, если удастся нам ее поставить. Если не удастся, то, по крайней мере, у нас не будет видно, что он находится в гардеробе. И будет это все вот так вот заматовыми стеклами завуалировано. Вот эта часть, здесь будет зеркало, очень красивое, с остарением, с какими-то латунными вставками, но это вы увидите на следующем видео. Соответственно, дверь входная, двери гардеробных шкафов. Эта дверь межкомнатная, распашная, которая ведет в санузел, санузел с душевой. И здесь мы покрасили стены в один цвет с потолком тоже. Поскольку это продолговатое помещение, это было бы не очень красиво, таким длинным коридорчиком смотрелось бы. Мы разделили на две части. Одна часть душевая, выложенная плитка, и там белый потолок. И вот в такой голубой гамме потолок в цвет стен в зоне, где будет находиться унитаз и мебель для ванной комнаты. Обратите внимание, какие красивые ручки. Ручки с сантехническим замком. Когда делаются двери по авторскому дизайну, то их заказывают без ручек. Ручки вы можете купить либо там же, где вам изготавливают двери, если у них есть такие поставки, либо есть отдельные салоны, которые занимаются исключительно продажей ручек. Вы можете выбрать на любой вкус и на любой бюджет. Есть даже ручки, недавно мы смотрели, межкомнатные по 2500 евро. И мне сказали, что это не самые дорогие. В этом интерьере ручки как в таком латунном цвете, так и в черном, потому что это предусмотрено дизайном. Поскольку здесь много дверей красивых, которые ведут в гардеробные, входная и в санузел, то еще одна дверь, которая будет вести в кладовую, нами была задумана как скрытая. И вот здесь вы видите, что небольшая щель, которая выделяет вот это полотно. И есть ручка только, которая показывает, что это ведет в другое помещение. Когда очень-очень много дверей, чтобы это не выглядело как выставка, продажа, мы стараемся активно использовать межкомнатные двери. Мы находимся в помещении мастер-спальни, спальня родителей. И здесь особенностью является то, что стены не просто покрашены, а это декоративная штукатурка. И обратите внимание, что если дверь, скрытая в холле, покрашена гладкой краской, как и стены, то здесь в помещении спальни, так же как и стены, скрытая дверь выполнена в отделке декоративная штукатурка. И посмотрите, скрытая дверь, она открывается внутрь, несмотря на то, что она запотлицо со стенами наружу. Только имейте в виду, что при таком варианте уже нельзя будет сделать плинтус в нижней части двери. И, конечно же, надо обратить внимание, в какой цвет мы будем красить вот эту часть. И это индивидуально решается на объекте. Либо мы красим в цвет стен, которые в помещении, либо в цвет стен, которые наружу, в данном случае молочной. Кстати говоря, декоративная штукатурка не только в помещении спальни, чтобы придать такой дизайн, который у нас выбран за основу. Она есть в гостиной комнате, две стены, одна стена, где телевизор, другая стена, там, где диван. И в гостиной там не только декоративная штукатурка в таком карамельно-молочном цвете, но еще два цвета. Одна стена со скрытыми дверьми соответствует цвету стен на кухне. И другая стена, где будет устанавливаться камин и шкафы, такие серванты, выкрашена в цвет стен коридора, потому что это плавно перетекает в пространство. Кстати говоря, декоративная штукатурка есть у нас и в ванной комнате, но она выполнена особенным образом. То есть по форме и текстуре она похожа на другие помещения, но там особенность является то, что она покрыта специальным еще одним раствором, для того, чтобы ее можно было использовать во влажных помещениях. Особенно в зоне ванны, где мокрая зона. Имейте в виду, что в принципе можно в этой части не только плитку использовать, но и качественную декоративную штукатурку или краску, которую можно покрыть специальным защитным слоем. Мы находимся в помещении детской комнаты девочки, и здесь уже наклеены обои английского производителя, известного английского производителя. Если выбирать по артикулу, то вы не ошибетесь и сможете приобрести точно такие же, хотя в каталоге есть похожие и почти не отличаются. Широкая цветовая гамма, на самом деле можно выбрать различные. Здесь уже установлена межкомнатная дверь, и она, кстати говоря, кажется, что она отличается от цвета других дверей. Здесь в квартире все двери в одном цвете раул мы выбирали. И кажется, она другого оттенка только из-за того, что в этой части вы видите белого цвета покраску, но это не финишная отделка. Здесь будет что? Те, кто смотрели полную версию моего видео про дизайн-проект, должны вспомнить, что здесь будет зеркало. Зеркало мы планировали сделать из фрагментов на всякий случай, поскольку не были уверены, смогут ли изготовители его занести целиком. Но сегодня были замерщики и сказали, что могут выполнить полностью на весь фронт стены без единого стыка большое зеркало. Мы очень обрадовались нашей заказчицей и утвердили вариант цельного зеркала. Только будет над дверью пара таких засечек для того, чтобы еще фрагменты зеркала вставить. Друзья, мы находимся в помещении детской комнаты мальчика. И здесь уже на стене наклеено панно. Обратите внимание, оно на всю стену порядка трех метров бесшовное. Можно заказать в этой компании у этого производителя как бесшовное панно, так и, допустим, полотнами как обои клеится. Но в варианте, когда это панно клеится на стену, которая перпендикулярна окну, я рекомендую чуть-чуть переплатить и все-таки заказать его бесшовным. Потому что стыки в противном случае будут видны. Но если они вас не беспокоят и вы хотите сэкономить, то вы можете заказать полотнами как обои. Здесь еще не установлен плинтус, потому что плинтус устанавливается, минуя места плотной установки мебели. И вот в этой нише, которая покрашена в цвет стен, которую мы подбирали, очень трепетно к этому фрагменту обоев, ну, точнее, это панно, производитель присылает образец для того, чтобы он у нас был и убедиться в том, что цвет, который мы выбрали по картинке, нас устраивает. Кстати говоря, вот в этой нише будет устроенный шкаф с такими, знаете, ламельными дверцами, фальшламели. И цвет фасадов тоже подбирался под цвет вот этой стены. Ну, а напротив, на самом деле, находится ниша в другом оттенке цвета, таком карамельно-молочном, где будет устанавливаться уже рабочая зона, рабочий стол в детской комнате мальчика. На сегодня, я надеюсь, достаточно плотно и подробно рассказала вам о тех цветах, которые мы использовали в интерьере. Я надеюсь, что каждый из вас записал понравившиеся ему цвета, те коды, которые я давала на видео. Если вы еще не успели это записать, перемотайте видео на начало, ставьте стоп-кадр на каждой метке, и вы сможете полностью укомплектовать свой интерьер этими же цветами, этими же обоями и таким же, например, панно, если это соответствует вашему дизайну. Ну, а про двери, я думаю, что тоже варианты дверей и лайфхаки, которыми я с вами поделилась для вас, были полезными. Если они полезны для вас, то, возможно, будут полезны вашим друзьям, знакомым, родственникам. Поэтому делитесь в соцсетях этим видео, чтобы многие могли использовать мои лайфхаки в своих проектах. Не забывайте про Инстаграм, где мы показываем новые проекты. Ну, а сегодня всем пока!